Всем привет! Я Устис, теперь так. И это бережные итоги года, которые понравятся велосипедистам. Поехали! В 2021 году город наконец-то запустил долгожданный проект «Зеленое велосипедное кольцо». Первый участок открылся между станцией Щукинская и Коптево. Когда маршрут будет закольцован, он объединит 15 парков города, транспортные узлы между МКАДом и Третьим транспортным кольцом. В сентябре этого года открылся еще один долгожданный маршрут. Первый участок трассы Москва-Петербург. Открывшийся перегон длиной в 20 километров идет вдоль канала имени Москвы в Миттерском округе. В велозаезде по случаю его открытия приняли участие тысячи велосипедистов. В другом классном велозаезде Women's 100 приняли участие чуть меньше человек, 130 девушек и женщин, но это самый массовый заезд в истории этого движения. Ему всего 6 лет. Примечательно то, что четверть участниц впервые преодолели такое расстояние 100 километров в черте города на велосипеде. Вы тоже можете присоединиться к этим и другим велоинициативам. На велосипеде можно ближе познакомиться с родным городом, можно быстрее перемещаться в пределах своего района и совмещать физическую активность с перемещениями по городу. К тому же, чем больше будет велосипедов на дорогах города, тем меньше будет машин, а значит и меньше выбросов. Кстати, на автомобиле приходится 90% выбросов в городе. Если вы регулярно ездите на велосипеде, расскажите в комментариях к этому видео, чем вам это нравится. А если вы еще не пересели на двухколесного друга, расскажите, что вас останавливает.